всем бодрого настроения ребятам и сегодня я хочу рассказать вам про годный защищенный смартфон от компании aukitel модель wp8 pro прислал мне его производитель но без каких либо условий так что я могу рассказывать и делать с ним все что захочу основные отличия прошки от простого wp8 это наличие модуля nfc а значит этим телефоном можно расплачиваться в магазинах и прочее прочее сразу хочу отметить что данная модель это бюджетка среди защищенных смартфонов его цена на момент выхода ролика 139 баксов но иногда она опускается еще на двадцатку и смарт начинает стоить в районе 10000 рублей по текущему курсу поэтому в смысле технических характеристик тут все конечно на минималках в antutu этот смарт набивает всего 87 тысяч баллов на троттлинг тесте смартфон также показателями не особо радует дисплей 6 половиной дюймов по диагонали с приличными рамками тачем на 5 касаний и разрешением 720 на 1560 пикселей но вот по цветопередаче мне смартфон понравился цвета яркие насыщенные оперативки 4 гига постоянной памяти 64 процессор mediatek mt6762d так что этот аппарат не про игры и не про быстродействия это рабочая лошадка которую можно взять в лес на стройку на завод и так далее в игрушке тут конечно поиграть можно что-то простое данный смарт вполне вытягивает но вот сложные игры на хорошей графе это конечно не его конек однако тут есть nfc аккумулятор на 5000 махов хоть и без быстрой зарядки смарт кнопка на которую можно задать до трех действий и защита по уровню ip6869 на боковой грани расположен сканер отпечатка пальца работает нормально но вот пользоваться им не особо удобно так как расположен он в нижней половине корпуса и для того чтобы в него попасть нормально пальцем приходится брать смартфон за самый низ в остальном к телефону по внешнему виду и эргономики претензий нет корпус выполнен из прорезиненного пластика торцы прикрыты алюминиевыми вставками кнопки также металлические смартфон достаточно тонкий в отличие от своих собратьев его толщина всего 12 и 7 миллиметров за счет этого хват удобный так как тут про характеристики рассказывать особо нечего камеры тут тоже кстати исключительно для галочки на 16 и 8 мегапикселей соответственно которые даже в солнечный день не могут похвастаться хорошим качеством фотографий и видео какое жуткое качество записи видео дергается тупит уж поэтому я решил проверять именно защитные свойства модели в лучших традициях ютуба так сказать попробовать его сварить в кипятке заморозить проверить на ударопрочность ну и так как он и якобы защищен по армейскому стандарту еще вдогонку и взорвать его первым делом варим я включил ролик на youtube и определил смартфон в кипяток периодически помешивая что бы не пригорело спустя полторы минуты дисплей смартфона пошел темными пятнами но как только я его достал из кипятка он моментально нормализовался и стал показывать картинку как ни в чем не бывало судя по всему высокая температура не очень положительно влияет на работу дисплея после этого так как смартфон жаловался на высокую температуру процессора и батареи я решил его охладить и засунул в морозилку на 5 часов спустя запланированное время смарт был вынут из холодного плена и первое время жестко тупил вяло реагировал на касание также не очень быстро работало обновление дисплея но через несколько минут опять все пришло в норму и смарт заработал как ни в чем не бывало и единственное что напоминало о перенесенных невзгодах так это поплывшие данные на наклейки с тыльной стороны следующий день я уже посвятил проверки на прочность первым делом режим белки и грецкий орехи целый давай дальше еще дисплей ага коленка ну иди ты расколи иди иди помоги маме давай бери телефон и разбивать давай маме пальцы не отбить получилась целый ну он чуть-чуть надколола давай давай смарт спокойно переносит режим колки орехов нет даже никаких намеков на трещины или царапины потом полеты от дочери но тут мало интересного так как вокруг чернозем и он достаточно хорошо амортизирует ну и на крайняк я вспомнил что у меня с прошлого года осталась парочка петард поэтому я решил просто смартфон взорвать ой ядрен чуть не оглох даже камера целая думал я пожгет огнем от петарды но нет все достаточно так включается запускается что-то сканер по ходу приказал долго жить или у меня палец испачкался дисплей рабочий дисплей работает все хорошо ну ка ну ка ну ка ну ка тут какие-то следы внизу появились такие вот белесые так и меня интересует а нет все сканер заработал то есть в принципе телефон выжил за исключением вот небольших вот пятен я не знаю может быть это от взрыва а может быть это и не от взрыва в целом у компании аукитель получился достойный аппарат в котором есть весь необходимый функционал для защищенного смартфона понятно что тут минимальные характеристики в смысле железа но подобные смарты и не покупают ради высокой производительности или хорошего качества фотографий тут важна автономность которую вполне обеспечивает батарея на 5000 миллиампер часов ну и все тяготы и невзгоды в виде падений перепадов температур и прочего данный смарт вполне переносит понятно что при желании его конечно можно убить но сделать это не целенаправленно будет достаточно сложно ссылку на официальный магазин аукитель откуда мне его прислали оставлю в описании если есть вопросы по этому смарту пишите их в комментариях поддержите пожалуйста это видео лайком подписывайтесь на канал чтобы не пропускать новые ролики а у меня на сегодня все всем пока и не болейте спасибо